Позвольте, пожалуйста, чтобы было микропроветривание. Кто там? Врат, ты вот кладешь. Микропроветривание, как хорошее, но... Там есть режим. С не ручкой. С ладони. С лохом. С лёшкой ловили. С большой размером. Или с лябой. Они с вами приезжают. Самый низкий. Видите? Микропроветривание, это когда у тебя... Нет, так. Нет, так. Нет, так. Нет, так. Нет, так. Сюда проходите, здесь есть ещё места. Два часа стоять придётся. Значит, ещё раз всех добро пожаловать в наш хакатон. Я рассказывал о том, что, несмотря на то, что программисты вы или не программисты, вы все хакеры, потому что вы сегодня за два дня хакнули очень много чего интересного в области общественно-полезных сервисов, поэтому ещё раз всем добро пожаловать. И сегодня у нас состоится демо-фест. Ура! Значит, цель демо-феста, соответственно, презентовать свой проект. Это может быть презентация и демонстрация приложения. Ну и также у нас члены жюри. Сейчас я попрошу членов жюри каждого встать и пару слов сказать о себе, как минимум представиться и из какой вы организации. Если можно, представить, чтобы было видно всё. Ну, давайте начнём с меня. Я Денис Бойцов. Я руковожу отделом маркетинга в компании Юми Софт, которую вы, наверное, знаете. Это разработчик всем известной Юми, CMS и сервисы готовых сайтов юми.ру. Это мой первый хакатон. И, в общем, привет всем. Тут клёвая атмосфера, почти как квартирник группы Аквариум, не знаю. Спасибо. Следующий. Давайте на попорядку. Да, всем привет. Меня зовут Денис Бойцов. Я аналитик венчурного фонда, я делал машин. Вчера выступал, наверное, Александр Геев. Да. Он из Фриле. Мы как раз сейчас партнеримся в рамках питерских проектов. Я немножко больше по бизнес-части, конечно. Здесь у вас немножко чуть-чуть другой формат. Поэтому, если я куда-то буду не туда спрашивать, вы меня остановите. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Андрей Сошников. Я здесь представляю Transparency International Россия. Журналист-аналитик. Для нас открытые данные – это как воздух. Без них невозможен настоящий гражданский контроль. Так что вы дерзаете. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Стив Кадин. С ошибочкой письмо. Прости, пожалуйста. Я так и расправил. Я справлю. В общем, я известен как координатор движения «Красивый Петербург», в котором, наверное, кто-то из вас слышал. Собственно, это движение инициативных граждан за улучшение качества городской среды. Во многом качество городской среды зависит от того, какие в городской среде есть современные удобства, в том числе и всякие-таки айтишные штуки, которые позволяют делать город удобнее и лучше. Как-то так. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Вечер. Александр Карпов, руководитель Центра Экспертизы ХОМ. Ну, я естественно-испытатель по профессии, по природе своей. Я занимаюсь естественно-испытанием устройства власти, города, и так далее. То есть я немножко знаю про город и могу в этом отношении что-то поговорить. Спасибо. Спасибо. Значит, у нас за что, в общем-то, идет борьба? На самом деле, борьба идет, конечно, не за деньги, а за то, чтобы сделать город лучше. С моей стороны. Деньги, это было просто так. Я, конечно, не хочу. И основное, конечно, как мне кажется, это возможность найти людей в команду, возможность делать проект, показать себя. И, в общем, показать, на что вы способны. Ну, а как дополнительное приложение, к этому у нас есть главный приз от Теплицы социальных технологий. Леша, скажи тоже пару слов. Всем привет. Меня зовут Алексей. Теплицы социальных технологий. Собственно, мы в данном случае, в целом, как и на любом нашем прокатоне, у нас есть стандартная сумма. Это достаточная, на наш взгляд, для того, чтобы сделать МЖП, да, минимально жизнеспособный продукт на основе вашей идеи. Для нас самое главное, я это уже передал нашим экспертам, да, это то, чтобы этот проект был социально значимый, решал какую-то социальную проблему. Для нас это вот самое большое. Мало того, мы даже, если этого критерия не будет, да, если вы не сможете доказать жюри, что ваш проект решает социальную проблему, у нас просто мы даже гранты не сможем дать, потому что, ну, особенности, точнее договор, да, особенности нашего гранта в том, что это только для социально ориентированных проектов. И вторая вещь, тоже важная, здесь всплыли вещи, все, что вы делаете в рамках, вот, если вы победите и получаете право на договор, на доработку проекта, да, вот, соответственно, мы, все, что вы делаете в рамках этого, мы выкладываем в открытый конт, да, да, вы можете сделать плагин, да, и это очень важно для тех, вот, в данном случае, кто использует какие-то уникальные технологии, мы совершенно не просим, да, создавать это все в открытом коде, все делать, но все, что вы вот создадите в рамках МЖП, да, мы энтузиасты открытого кода, у нас много проектов победителей уже лежат на гитхабе теплицы, и, собственно, мы всячески продвигаем, потому что именно идею открытого кода, потому что это, на самом деле, развивает не только в целом культуру программирования, это в том числе развивает ваши бизнес-модели, да, есть очень много построенных на опенсорсе бизнес-моделей, это не значит, что вы просто альтруистически все отдаете, это значит, что вы просто с умом и с развитием подходите к своему продукту, вот. Спасибо. Я думаю, что вопросы публикации исходных кодов будет уже проект-победитель, будет решать лично с... Да, 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 это я просто хотел сказать, чтобы все, как бы, понимали правила игры. Значит, кроме этого, у нас есть другие номинации. Первая номинация, о которой я бы хотел сказать, это UMI Donation Challenge. То есть, в рамках этой номинации мы должны были включить в свое предложение возможность сбора пожертвований в виде работающей функции или, там, даже просто вашего прототипа. Соответственно, каждый проект, который желает участвовать в этом челлендже, он в своей презентации должен это озвучить. И решение по тому, кому предоставить свой приз, будет принимать, соответственно, Денис Бойцов. Еще раз поднимитесь, чтобы все вас видели. Вот, смотреть в этот момент надо вот сюда. Соответственно, приз – это полноценная, полнофункциональная система UMI CMS Shop, либо бизнес, а также, самое главное, возможность пообщаться о своем проекте с основателем UMI Сергеем Котаревым и получить его консультации, соответственно, по вашему проекту. Кроме этого, соответственно, моя организация, фонд «Открытый город», который тоже является соорганизатором данного мероприятия, мы объявили Smart Transportation Challenge, в рамках которого, соответственно, готовы наградить лучший проект в области транспорта, перемещения людей, грузов, все, что связано с этим направлением. Соответственно, мы на это даем грант на доработку вашего прототипа 30 тысяч рублей. Кроме этого, пять мобильных приложений получат возможность продвижения бесплатного от компании «Аспред Ньюз». Соответственно, главным критерием наличие непосредственно мобильного приложения. У нас такие есть. Я подозреваю, что, в принципе, все, кто делал мобильное приложение, без приза идут в любом случае. Соответственно, ну, конечно, здесь главное условие, что вы должны опубликовать это в паблик, в Android Play, либо, соответственно, в iStore, чтобы было что продвигать. Значит, и два проекта мы, организаторы, выберем для участия в краудсосинговой платформе. Получат возможность разработать дизайн уже вашего более полнофункционального приложения за 0 рублей, в общем, мы поможем вам добиться этого. Вот, у нас, собственно говоря, такие призы, и... Я про это рассказал. Значит, презентацию. И сейчас... Сейчас мы начнем... Организационный момент. Свободные стулья вижу. Да. Вот сейчас буквально 10 секунд на тех, кто подошел. Проходите сюда. Здесь можно сесть. Проходите, пожалуйста, сюда. Так, Сид, через пресс 5-1,5 часа. Потому что очень приятно. Спасибо. Вот это свободно. И там вот садик такой, что он свободен. Представьте, что там точно один стол свободен. Выходите в этот садик. Слушай, у вас там интернет есть на Новгород, ребята? Нет, я понимаю, что интернет не работает, то есть Wi-Fi не пошло. Сейчас? Сейчас, да. Я вроде говорю, что там что-то нам показать надо. А что мы в Питале-то снижением? А где Miracle, Miracle? Кто здесь? Miracle! Крикните там Алену, пожалуйста. Не можно и как-то. Ладно. Вообще-то, если я не знаю, что-то впечатляет. Да, да. А есть там Алены или кто-нибудь? Да, она и Берут и Горос. Хотите ее перезагрузить? Можете перезагрузить роутер? Там нет проблем. Коллеги, просьба сейчас массово там, не знаю, ничего не качать и экономить утренарин. Нет, 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 нет. Все, все, а вы не хотите пройти к середине? Татьяна, да, Татьяна? Я думаю, что... Ладно, значит, еще раз напоминаю. Сейчас у нас будут презентации. А, я критерии не осуществил. Я вспоминаю о критериях, которые члены жилья учитывать будут при выборе проекта. Александр, попросите, там есть источник бумаги, ручка, если что. И у вас есть один компьютер, на котором можете смотреть все проекты, которые успели добавиться на челлендж-пост. Ну и, соответственно, оцениваем социально-общественную значимость проекта, оцениваем его законченность. Соответственно, важные, очень важные критерии, что вот у вас получился какой-то продукт. Качество и оригинальность, соответственно, выполнение работы, выполнение технических условий. То есть, использование открытых данных как таковых, члены жилья должны понять, что вы действительно их используете. И актуальность, то есть, наличие проблемы, которые решает проект. То есть, и вообще понимание теми, кто презентуется, что они решают какую-то проблему. Критерии, соответственно, все-таки самые важные в начале, при прочих равных условиях, нижние критерии будут меньше учитываться. Значит, все проекты у нас опубликованы на нашем сайте. И будем вызывать, соответственно, по порядку. Вот для этого нужны были презентации, чтобы не обломиться с интернетом. Значит, соответственно, на сайте Challenge Post опубликованы проекты. Также, я так понимаю, сейчас на этом сайте открыто голосование публичное. То есть, в принципе, любой из вас может проголосовать за любой проект. Тем самым вы выскажете особое уважение к нему. Поэтому, по мере презентации проекта, вы можете заходить на этот сайт. hub4piter.chellengepost.plon И там можно, если вы зарегистрированы, наверное, можно голосовать за проект. Если нет, то, наверное, можно зарегистрировать. А, вот можно голосовать. В общем, начинаем мы с проектов. Пойдем по вот этому списку. Там генируется как-то автоматически сам. И первый проект у нас – карта туалетов. Вы готовы? Да, я буду вам помогать. Соответственно, у нас есть таймер. Стоит он на 5 минут. Просьба уложиться быстрее. Плюс еще на 1,5-3 минуты вопрос у членов жюри. Выходите и мешаем, я буду искать презентацию. Кто-то будет выступать. Между спать один человек. Можно чуть-чуть отойти от стороны? Чуть-чуть. Вы не заслание презентации. Надо же так сделать, пожалуйста. Чуть-чуть. 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 Главное, никому не узнаете. Все, можете начинать. Время прошло. Итак, как я говорила на петле Пакатона, этот проект в своей идее имеет задачу сломать табу и говорит прямо о том, что у нас у всех есть нужда, которому очень надо. Поехали дальше. Вот таймер. Сюда смотрите. Да. Значит, кто наша аудитория? Горожане и гости города. Пользователи смартфонов. То есть это 25% от населения Санкт-Петербурга. 4,5-5,8,8,8,8. Плюс приезжающие, уезжающие в городе со смартфоном. Это наши источники. А тут же направите данные. Пожалуйста, дальше. Люди делают это. Дальше. И так, наш сервис обладает самой полной базой данных по этой проблеме. Находятся ли пользователи в Санкт-Петербурге или в любой точке мира? Он может пользоваться нашей базой данных. Пожалуйста, дальше. Это наш ресурс, где мы взяли открытые данные. И спасибо за подсказку. Если что, есть кликер. Значит, это технология, которую я бы хотела бы рассказала. Давайте я расскажу вам. Очень коротко. Очень коротко. Качественная реализация у нас в мобильном сайте. Чтобы он находился в поиске. И чтобы им не надо было заставить пользователя, который на этом может быть. Ставить какие-то приложения. Человек просто заходит на наш сайт, видит одну... Кажите, вот жюри сидят здесь. Можно как-то даже подходить, чтобы они... А можно передать? Для комфекции. Я вам расскажу. Расскажите, сколько есть. Здесь просто одна кнопка и карта. Нажимаем кнопку, проходит несколько секунд, когда... Брайзер запрашивает наше положение, после чего... Так, вот. Он показывает наше отображение в ближайшую половину. На карте. Ирлига, тут. Да. Добрый машина. Используется HTM-05, используются мобильные рамки на внутрь. У нас есть еще пара минут. Это наша команда. Я и Рина Кирилловна, руководитель проекта. Это великолепный Антон Клатонов, программист. Который совершенно случайно оказался рядом со мной, сидящим на презентации Клатона. И далее мы хотели бы заявиться на приз UMI Donation Challenge. И как мы его собираемся использовать. Мы думаем, что каждый рубль с суммой, которая заплачена с каждого посетителя, у нас пойдет либо на бездомных, либо еще на какие-то нужды. Пользуясь тем, что у меня осталось еще полу минуты, я хочу поблагодарить всех, кто организовал эту замечательную площадку, где срастается все, что должно срастись, и отдельных людей за то, что нам предоставили решение одной кнопки, совет по ресурсу открытых данных, дизайн и просто великолепную презентацию. И массу полезных советов. Спасибо всем большое. У меня есть вопрос, как как раз лица принимающего решения по UMI Donation Challenge, а каким-то образом уже реализован механизм, и мы ищем своих erfahren... Мы собираемся... А мы собираемся... ...из рабочих. Я знаю только в общем. Да, данный момент нет. А вы предполагаете использовать какие платежные системы? Какую платежную систему вы предлагаете? Ну, мы думали о Робокоссу. У меня больше нет вопросов. Если можно, я бы сформулировала это так. На данном этапе мы считаем, что удобнее в целях завершенности проекта. Критерий оценки проекта – это его завершенность целях завершенности. А чем это будет лучше, чем Google или Яндекс? Тем, что вы находитесь в ближайшем объекте в Санкт-Петербурге с точным адресом, исходя из вашего местоположения и, возможно, картинкой данного здания. Ну, мобильное приложение на Яндекс делает то же самое. Ну, хорошо. Google-бригадов тоже делает. Вы просто в поиске в телефоне, в любом поиске, он здесь умеет искать по вебу. Находите наш сайт, и там находите сразу проект. Мне такие пользователи реально могут не согласить, что нужно включить карты, чтобы что-то поискать вокруг. Особенно, когда они в критической ситуации. Кто-то encourages, профиль поможет вам. Sm intended support! На следующий проект КаDS. Вопросы еще. А что вопросы?